Как нужно начинать день, как нужно относиться к происходящей действительности и о том, что наши мысли материальны. То, что мы думаем, это сбывается в нашей жизни. И в этом много плюсов. А минус в том, что то, чего мы боимся и позволяем впитывать какую-то отрицательную информацию, то это тоже может часто сбываться в нашей жизни. И самое грустное в этом, что это отражается еще на здоровье нашем и на здоровье наших близких. Поэтому пусть хороший день начнется именно с приятных дел, с хорошего единомыслия, чтобы у нас была полная гармония нашей мини-команды пока. Второй шанс дается каждому из нас, каждый день. И если вчера у вас что-то не получилось, если вчера у вас были грустные мысли, если вы опечалились, вот рядом со мной сидит моя приятельница такая, которая немножко приуныла, да, то я верю, я верю, что все зависит от нас самих. Правильно? Мы вчера слушали эту песню, мы вчера говорили об этом. И я хочу, чтобы вы тоже свои мнения высказывали, чтобы вы писали, что вам помогает. И вот есть выбор такой. Я даже знаю некоторых руководителей, которые каждый день прямо в сугроб там скидывают негатива на своих партнеров. Хочется спросить, зачем? То есть какое-то запугивание, типа, если ты не будешь работать, завтра тебе будет еще хуже, если вот такое происходит, вот такое, мотивирует их подписываться на какие-то вот такие каналы. Ребята, зачем? Зачем? Ну, мы, знаете, как в Библии сказано, завтрашний день не в нашей власти. И на самом деле, и как Андрей Свенц говорил, мы никто не знаем, что будет завтра. И кто такой человек, который может что-то прогнозировать, заявлять, ну и тем более нести вот такой вред, как вселять в ужас людей. Так, где тут кто-то звонит, по-моему, человек хочет подключиться сейчас на наш утренний кофе. Ну, да. Минуточку, извините, пожалуйста. Я не могу найти все. Партон. Да. И поэтому, ребята, вот такой хочу сегодня показать вам универсальный решатель проблемы. У тебя все плохо? Кто-то отвечает, нет. Супер, ты молодец. У тебя все плохо? Да. Тогда вопрос, что ты делаешь для того, чтобы исправить, ты что-то делаешь для того, чтобы исправить ситуацию? Да, делаю. Молодец. Если не делаешь, тогда не ноль. То есть у нас есть только один выбор, чтобы исправить ситуацию. Это что-то делать. И если мы что-то делаем, я хочу, чтобы вы сейчас растерли все ладошки, хорошо-хорошо, растираем. И себе хлопаем. И себе хлопаем. И говорим, я молодец. Прям можете кричать, можете кричать. Я молодец, я супер. Я лучше всех. Правильно, молодец. Это которая приуныла, вы сейчас слышали его. Она лучше всех. Ребята, завтрашний день, он будет другой. И очень многое зависит именно от нас. И знаете, как наверху на козырьке написано, так будет не всегда. И мы сами выбираем цвета радуги в нашей жизни. Поэтому я как-то давала задание вам, чтобы вы утром писали. Вот напишите, кто это делает. Утром жирно написать на листке. Я умница, я молодец. И в течение дня написать, какие же вы шаги делали. Какие же вы шаги делали, да, именно чтобы не ныть, а чтобы быть молодец. И, пожалуйста, кто это делает, кто это пишет. То есть в течение дня можно очень много дел сделать в разных сферах жизни. Наши сферы жизни – это любовь, наша семья, это духовный рост, личностный рост, профессиональный рост, материальный рост. Да, там наши хобби, наши инсайты, наша там, не знаю, помощь по хозяйству и так далее, и так далее. Но если ты вот все время каждый день делаешь что-то в одном направлении, то это тоже неправильно. Потому что мы как раз говорим о балансе, мы как раз говорим о гармонии. И поэтому с вечера очень важно уже так распланировать свой день, чтобы ты завтра знал, что ты сделаешь в каждой сфере. Конечно же, есть какие-то очень самые важные, неотложные дела, и мы в первую очередь на них обращаем внимание. А есть какие-то, которые могут подождать, а есть какие-то, без которых можно вообще обойтись. Согласны? Поэтому кто молодец, напишите сейчас. Я молодец, я умница. Каждый, кто именно работает над собой, кто себя настраивает и кто делает какие-то шаги, о которых мы сейчас сказали. И вот вы сейчас прочитали, да, что очень многое зависит от того, что мы пускаем в свой мозг. Вот как-то я сказала каждому из вас, кто желает немного рассказать что-то по той теме, по которой у нас был кофе. И вчера мне одна сотрудница, она сейчас тоже здесь, я не буду говорить фамилию. Она мне сказала, Лариса, я не потому, что не смогла включиться технически, а я просто испугалась. А чего ты испугалась? Спасибо, Виктор. Виктор Тартанов написал такие добрые слова. Благодарю. Очень приятно. И она мне сказала, ну ты знаешь, я вообще такая вот неудачница, и люди как-то ко мне не тянутся, на меня не идут, и никаких у меня достоинств нет. И я никогда не смогу там так, как вы, и у меня не получается. Чем больше я вижу там чей-то успех, тем у меня ниже опускаются руки. Представляете, не расправляются крылья, а опускаются руки. Ребята, ну это ведь выбор человека, да? Я вот хочу всегда спросить у таких людей, кто, когда, на каком этапе тебе вбил в голову вот этот вот кол между, вот прям в твой мозг, между твоих ушей. Ты такой кол, что ты вот такая неудачница, что у тебя не получается. Ведь, ребята, каждый из нас родился уже победителем. Помните про асперматозоид, который среди тысяч других успел, был первым, и родились вы. Каждый из нас уже по своей сути победитель. Бог каждого абсолютно вложил какие-то способности, какие-то таланты. И ты всегда можешь быть победителем. И если ты такой талантливый, то я хочу сказать, талантливый человек, он во многих сферах талантливый, не только в одной. Для чего сейчас дается такой кризис, такая ситуация? Да для того, чтобы мы расширили какие-то рамки, сняли какие-то шуры, убрали ограничивающие убеждения и увидели больше, в чем я еще могу себя проявить. Какие шаги я могу сделать новые, которые мне делал вчера. Консерватизм – это не очень хорошая черта, а вот компромиссность – это класс. И нам нужно вот учиться, я как-то с Виктором беседовала, говорю, Виктор, надо, помните, надо быть как вода. Вот вода, она очень гибкая, надо на камушек обойдет, надо сквозь песочек просочиться, надо будет крепко, где надо, как лед. Вот, да, если надо, кого-то сосулькой по голове ударит, если нужно, будет мягко, пушисто, как снежок, нужно в пар, все улетело. То есть вот нужно учиться о природе. Природа на самом деле очень много дает нам подсказок, и мне кажется, что через природу с нами разговаривает сам Всевышний Господь. Поэтому делай каждый день, если тебе грустно, делай, вот что можешь, тем, что ты имеешь, и там, где ты есть. Вот каждый рад, хоть полшага, но в лучшую сторону. Но опять-таки это должно быть желание. Мы часто хотим больше, чем хотят сами люди. Если, допустим, мы хотим, мы в них верим и больше им желаем добра, чем они сами, они в себя не верят. Ребята, разбудить можно только спящий бак. Если он спит, его можно разбудить. Если он спит. Но мотивировать бегемота, например, будет какой бегемот? Мотивированный бегемот. Да? Поэтому я вчера своей партнёру, которой была такая беседа, дала задание. Пожалуйста, вот возьми лист. Вот интересно, она мне сегодня скажет, она выполнила это или нет. Я сказала, напиши лист, и каждому из вас сейчас это говорю. Возьми лист и напиши вот всё, что ты вспомнишь, самого детского сада, с горшковой ясельной группы. Пиши даже всякую ерунду, в чём ты была молодец. В чём ты был молодец, когда тебя там в чём-то похвалили. Какие-то у тебя там есть награды. Быстрее всех ты там, не знаю, посуду помыл, самую вкусную ману кашу приготовил. Там какая-то медаль у тебя на стене лежит, что ты там был самый весёлый когда-то. Там самый первый в детском садике на стульчике песню смело спел, родил прекрасных детей, какое-то образование получил. Или наоборот был там лидером без всякого образования. Где у тебя когда что-то получалось лучше всего? Ну таких очень много можно. Что ты сделал хорошее, доброе для других в этой жизни? Когда тебя кто похвалил? За что тебя вообще любят близкие? Как тебе нет ничего хорошего? За что тогда тебя полюбили близкие? Ведь те, кто создали с тобой семью. Я уверена, те дети, которые тебя любят, те там муж или жена, или твои родители, и твои друзья. Что они в тебе нашли? Вот первое. Напишите о себе всё, что вы считаете. Раз, два, три, четыре, пять. Вот подряд пишите всё, что придёт в голову. После этого попросите, пожалуйста, свою половину, мужа или жену, но у кого они есть. И дайте точно такое задание. Напиши, пожалуйста, все мои положительные черты, которые тебе во мне нравятся. В чём я молодец? Попросите человека. Потом обратите с той же просьбой к своим детям. Пусть они тоже напишут. Дети, внуки. Ну кто уже могут. Писать. Или скажут. У детей можно спросить и просто записать с их слов, которые там ещё не умеют сами писать. Говорят, в их устах часто истина. Да? И обратитесь к той же просьбой к кому-то, к своей подруге. То есть к кому-то из друзей. Напишите это всё. А потом прочитайте. Ребята, прочитайте и расправьте свои крылья, наконец. Расправьте. И ещё проанализируйте. Что повторилось? Вот вы что-то написали. То же самое о вас кто-то ещё сказал. Это у кого-то ещё повторилось. И пожалуйста, вот эти пять повторяющихся мыслей о вас. Пришлите мне их. Хорошо? Пришлите мне их в личку. Что вот больше всего я так считаю. И обо мне вот так сказали. Там сын, подруга, например. Да? И напишите мне. Хорошо? И мы ведь с вами ещё говорили о том, что мы будем делать самопрезентацию. Вот такую трёхминутную самопрезентацию. И я считаю, что вот это упражнение, оно вам очень-очень поможет. И пожалуйста, поднимайте свою самооценку. Не считайте, не гневите Бога. Ведь если вы говорите, я там недостаточно хорош или хороша. А мы уже сказали, что Бог вложил в вас своего творения. Но всю свою душу. Он скульптор. Остальное уже от нас зависит. Что мы делаем с этим? Загрязняем эту душу, это сердце. Или наоборот. И пусть у каждого в душе и в сердце будет именно радость. И именно вот эти моменты мы должны нести. Нести своим окружающим людям. Если кто-то сейчас хочет взять слово, то, пожалуйста, я вам дам слово. Но это в основном получается, наверное, я не знаю, с телефона получится. У кого-то получалось, у кого-то нет. Но если кто-то желает, кто-то может просто написать, а кто-то может взять слово. Пожалуйста, я жду от вас информации. А я пока вам сейчас хочу показать... Сейчас, минуточку. Так. Вот что вы об этом скажете? То же самое произошло с каждым, кто себя держит в ограничивающих убеждениях. Смотрите, орел вышел. Он не может сразу лететь, потому что крылья затекли. Потому что он не уверен, боится, что он разобьется. Он распрямляет крылья и готовится. Посмотрите. Включает помощь хвостом. Готовится. Страшно. Не привык. Не привык. Ребята, наступайте на свои страхи. Идите именно навстречу страхам. И смотрите, у вас вот точно так все получится. Точно так все получится, как у этого орла. Вы долго сидели в каких-то стенах. Кто-то влиял на ваш разум. Кто-то говорил, что у вас не получится. Кто-то вот сбил в вас эти ограничивающие убеждения по поводу ваших талантов, по поводу ваших способностей. Или почему-то вы сами так решили. Я вас еще и еще раз прошу. Пожалуйста, не читайте негатив. Не слушайте людей, которые в вас не верят. Которые говорят, у вас не получится. Вы не такой. И так далее, и так далее. Распримите крылья. Готовьтесь. Включайте все силы, все свои мышцы. Мозговые, душевные, физические. Включайте и действуйте. Вы уже попали в классную команду. Разгорайтесь. Будьте в этом костре. И, пожалуйста, действуйте. Домашнее задание я вам дала. Если кто-то хочет, включитесь в микрофон. Но не вижу сейчас. И напишите, пожалуйста, как вам Орел. Класс. Что-то у нас не вижу. Потому что с телефона вошли, а на телефоне писать неудобно, да? Удобнее, конечно, вот с компьютера. Ну, хорошо, ребята. Вдохновляет. На этом мы заканчиваем наш утренний кофе. Вот такой прекрасной песней. Сейчас минуту. Песня. Продолжение следует... Расгоняю тучи. Это способ лучший, чтобы настроение поднять. Ты не будешь плакать, что на сердце слякать. Знаю, хочется кому-то рассказать. Время все излечит, как платок на плечи. Жизнь уронит новую любовь. Яркой будет встреча в теплый летний вечер. Он придет к тебе из снов. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Летит, куда ей назначена. Сердца людей пусть открыт. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Погладишь, будет примерно я. А вот спугнешь, улети. Без обитой фальши, все, что было раньше, не жалея, ластиком сотри. Белые птицы крылья отведут унынье. Мир прекрасен, в окна посмотри. Город пахнет летом, не ищи ответов. Со временем все станет на места. Исключай из жизни все плохие мысли. День начнется с чистого листа. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Летит, куда ей назначена. Сердца людей пусть открыт. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Погладишь, будет примерно я. А вот в пугнёжи улетит. Субтитры сделал DimaTorzok Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Летит, куда ей назначена. Сердца людей пусть открыт. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Погладишь, будет примерно я. А вот в пугнёжи улетит. А вот в пугнёжи улетит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расгоняю тучи, это способ лучший, чтобы настроение поднять. Ты не будешь плакать, что на сердце слякать. Знаю, хочется кому-то рассказать. Время всё излечит, как платок на плечи. Жизнь уронит новую любовь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яркой будет встреча в тёплый летний вечер. Он придёт к тебе из снов. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Летит, куда ей назначена. Сердца людей пусть открыт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летит, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Погладишь, будет примерно я. А вот в пугнёжи улетит. Без забитой фальши, всё, что было раньше, не жалей, ластиком сотри. Белые птицы крылья отведут уныние. Мир прекрасен, в окна посмотри. Город пахнет летом, не ищи ответов. Со временем всё станет на места. Исключай из жизни все плохие мысли. День начнётся с чистого листа. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Летит, куда ей назначена. Сердца людей путь открыт. Любовь, как ласточка белая, парит над городом, смелая. Погладишь, будет примерно я. А вот в пугнёжи улетит. Пple bathtubта и парит над модель. Гамя остаточка белая, новичку белая. Погладишь в парятogru whompet moto до конца. Субтитры делал DimaTorzok А вот спугнешь уйти